В Российской империи наступает новая эпоха. Царствование двоюродного брата королевы Ольги, императора Александра III. Цесаревичу-наследнику Александру Александровичу было 36 лет, когда погиб его отец. Став новым властителем России, Александр III официально короновался лишь через два года, в мае 1883. На коронацию прибыли представители всех европейских монархий. Приехала и королева Ольга с мужем и детьми. Коронация совершалась с тремя митрополитами – Московским, Новгородским и Киевским в Успенском соборе Кремля. При огромном стечении народа происходило событие невероятной важности, священный ритуал, потрясавший всех присутствующих, особенно в те мгновения, когда митрополит возлагал руки на голову коленно-преклоненного царя, когда император и митрополит, стоя друг перед другом на коленях, вместе читали молитвы, когда царь и царица облачались в мантии и короны. Да и внешний вид государя радовал глаз. Высоченный, он был под два метра ростом, крупный, с выразительными чертами благородного лица, Александр производил сильное впечатление. Торжества, посвященные коронации, продолжались еще две недели. В их программу входили открытия Государственного исторического музея, освящение Храма Христа Спасителя, а заканчивалось все царским смотром войск. Одновременно с Россией пышные увеселения проходили и в Дании. Это королевство от души радовалось тому, что датская принцесса стала императрицей великой и могучей Российской империи.